Приветствую вас. Я могу сказать вам, что на мой взгляд, пока есть боль, пока есть злость, пока есть какая-то обида, как это ни странно звучит. Для вас, ну, я надеюсь, что для вас прозвучит не странно, есть возможность гармонизировать ваши отношения. Ключевой момент здесь, то есть вам его не хватает. На мой взгляд, вот ключевой момент, что вам его не хватает. Вы неоднократно так говорите, неоднократно вы об этом говорите, что вам его не хватает. Вот. И мне кажется, что вы мне слишком силен остается. Как это проявляется, собственно говоря? Да. Как может это проявляться? Ну, проявляется это на самом деле. Так вот, что он выбирает, грубо говоря, быть не с вами. И он может выбрать, быть не с вами. А вы сделать такой выбор, не быть с ним, не можете. Вот. 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 Вот причем важность ситуации. Как мне кажется. Вы совершенно очевидны, можем пытаетесь что-то себе додать. Что-то компенсировать. Вот. Это первое. Вот здесь важный момент. Вы хотите ли что-то менять в себе? Потому что, по описанию, да, как вы это все описываете, у меня возникло ощущение, что вы не очень осознаете, что происходит в момент, в момент. Вот вы говорите, там, я не стала доводить до скандала, например, вы говорите, да? Хотя, казалось бы, с чего бы, ну, с чего бы начинается этот скандал? Ведь скандал просто так не возникает. Скандал возникает только, если несколько человек в нем участвует. Вот. И получается, что вы делаете вклад в скандал. Вот. Вопрос заключается, на мой взгляд, в том, что это за кофт, что на себя представляет. Вас задевает вам больно. Когда муж, когда вы чувствуете, что муж нуждается в вас меньше, чем вы в нем. Понимаете? То есть мне кажется, в этой ситуации, да, вот, что вы, есть вот такая закономерность, да? На мой взгляд, есть такая закономерность, что вы не очень внимательны к себе, но это ощущается, это ощущается немножко, что вы не внимательны к себе, что вы как будто бы немного, ну, торопитесь что-ли. Вот. И соответственно, если вы не внимательны к себе, то, ну, наиболее вероятно, наиболее вероятен факт того, что вы хотите, чтобы были внимательны к вам. То есть, чем больше вы не внимательны к себе сами, тем больше вы нуждается в внимании близкого человека, например, мужа. Вот. С чем связана ваша невнимательность? Она, как мне кажется, связана с тем, что вы, в том числе, избегаете боли. То есть, а вы бежите от боль. И даже сейчас вы задаете вопрос, а как мне с болью справиться? И как мне понять другого человека? Прошу заметить, понять другого человека, то есть, иными словами, интеллектуально себе объяснить, что происходит. При этом, интеллектуально объяснив то, что происходит, вы останетесь такой же. Вы совсем не изменитесь. Совершенно не изменитесь. И в таком случае, произойдет ситуация по типу той, что уже происходило. А именно. Высорились, мирились. Но. Совершенно. Не ясно. К чему вы пришли? Когда люди мирятся, они что-то обсуждают. Они что-то проясняют. Они к чему-то приходят. К какому решению приходили вы, когда мирились? Вот это. Это очень важный момент. Момент. Понимаете? Какая штука. Вот. Вот я думаю, такой момент важный, который вам нужно. Обратить. 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 Своё внимание. Боль. Эм. Эм. О которой вы говорите. Про. Проживается. Вот. Потихонечку. с психологом вот и потихонечку я освобождаетесь от нее вот такая вот история достаточно важно отношения с вашим мужчиной можно гармонизировать и вы сможете лучше их выстраивать но вам необходимо научиться честности в первую очередь честности сама собой чтобы не было такого как сейчас понимаете да о чем идет речь вот то что я могу вам ну то что я могу вам сказать то что я могу вам ответить я бы сначала проговорить все претензии к своему супругу я думаю могли бы решить что вам делать вот такой ответ я могу вам дать с точки зрения психологии и психотерапии давайте сейчас разберем ваш текст немножко подробно вы пишете у меня есть муж честно говоря мне показалось я рад был бы ошибаться но мне показалось что вы говорите о музыках как о как о ну о вашей собственности как будет я нуждалась в его внимании в последнее время вот что такое я нуждалась в внимании в последнее время это больше про компенсацию чего то понимаете да то есть это это именно компенсация то есть вы что то теряете и пытаетесь что то компенсировать вот вопрос заключается в том что именно вы пытаетесь компенсировать как то иными словами как то иными словами вы начали терять так как когда вы стали побуксовывать грубо говоря вот это важный момент чтобы чтобы вы понимали лучше сами что происходит что происходит это вас вот дальше тем что значит я нуждался в внимании и много работал с одним выходным в неделю ну я бы сказал здесь так что это выглядит знаете это выглядит таким образом как будто вы с ним сами это не не обговорили то есть ну вы не обговорили с ним а вот вот этот момент связанный с его работой понимаете да то есть он то начал работать а вы с ним не обговорили то есть и вы не остались в контакте не пришли к какому то ну мнению к какому то общему решению не пришли которое бы устраивал понимаете о чем штука 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 их свободно я спросила что в его понимании свободы вот насколько здесь вы были честны в собою? Помните я говорил что вам важно быть честным. Если вы не честны, то есть если вы, ну вот, то, что, например, вы чувствуете, и то, что вы говорите, отличается, то есть проблема. И вот здесь, когда вы говорите, что спросили вы, что для него свобода. Вот как раз таки, вполне вероятно, речь идет именно про то, что вы себя обманываете уже на данном этапе. Вот. Понятно. Далее. Так, он ничего мне не сказал, и я не стал развивать тему до скандала. Почему эта тема обязательно должна развиться до скандала? Представляю, что я бы к этому поводу все было хорошо. То есть вы считаете здесь, что он вам должен. И все. Получается. Не то, чтобы это плохо. Вы поймите меня. Поймите меня правильно. Я не говорю, что это плохо. Просто вопрос в том, насколько вот ваше естественное состояние для вас. Да вот. Ну почему вы считаете, что то, что он вас встретил с людьми, это хорошо? У меня, например, у меня есть другая позиция. У меня позиция, что то, что он вас встретил с людьми, после того, как сказал Барс Худ, это говорит о том, что он в своей несвободе остался. Не ушел здесь. Напряжение для него не исчезло. Понимаете? то есть для меня, например, это не хорошо. Но для него может быть хорошо. Я не знаю. Я говорю про то здесь, что насколько вы в контакте находитесь. Это важно. Это очень важно. Правда. Дальше. Так. В августе была сильная ссора. В итоге я ушла на улицу. Две недвадцать часа гуляла. Он в утром написал моей маме, что мы расходимся. Я хотел вашему это сообщаться. Родителям непонятно. Заберите ее. Почему вы ушли? Что вы хотели, когда уходили? Какой вклад? Ваш вклад? Ссор. Какой? Был ли он? По вашему мнению, был ли он? Вклад в соу. Может быть это со муж? То есть вот. Как вы это воспринимаете? То, что, ну, то, что происходило, то, что происходило и могло происходить. Приходило. Ну, как раз это. Это важно. А вот. Большин. Идем. Так. Мама поговорила с ним. Не делай этого. Нормозах-то потом не жалит. Ну, честно говоря, выглядит это так, как будто бы вы в какой-то степени на мамы прикладываете ответственность. То есть, если нам присутствуют в ваших отношениях, значит, это уже не первый раз, и значит, вы оба ей поздравляете. Так вот поступать с вами. Ну, то есть, поздравляете здесь. Ага. Ваши отношения. Ваши отношения. Если угодно. Ваши отношения. И у меня вопрос. И у меня вопрос. Вот не первый раз это происходит, вероятно. Правильно? Наверное, нет. И как вы относитесь к тому, что ваши мамы разговаривают с мужем о ваших отношениях? Я вот не обвиняю. Просто не хочу, чтобы вы об этом подумали. Ну вот. Ну и дальше. Когда... Вы пишете, что он начал вам звонить, там, писать и так далее, да? Вот. Вы пишете, что важно, чтобы вы ответили себе на вопрос о том, как вы это воспринимаете. Опять, что он на сути проявляет инфекцию. Здесь есть ощущение, что таким образом привлекается его внимание. сфрасистая. Есть такая сфрасистая. Есть такая сфрасистая. Понимаете, да? И мне кажется, что это... Вот насколько это позиция, ну... соответствует тому, что вы хотите тому, что вам... Эм... 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 Значит... происходит. То есть как будто бы вы не дотягиваете ситуацию до конца. того, что накапливаете в себе... Эм... 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 Ну... Что-то. И потом... Взрывается. Ну, кстати, это... Вполне естественно. Такое вот... Состояние. Да. То есть... Состояние. Состояние. Это... Вполне нормальная позиция, когда... Человек, вот... Не доводя какое-то перечисление до конца, он вырывается. Это нормально. Да. Другой вопрос. Эм... Что с этим делать? Дальше. Вот пока... Так будет... Продолжаться. Эм... Эм... Ну... К сожалению. Пока так будет продолжаться. Эм... Ну... Я боюсь. Что ничего не изменится. Вот. Вот. Ну... О... Ваше язык. По крайней мере. По крайней мере. Понимаю. Это да? Эм... Вот. Такой ответ я... Могу вам... так что... Эм... Вы знаете их... Сейчас... Эм... Что вам делать? Ну мне хочется верить, по крайней мере. Что... Вы знаете. Что вам делать? Вот. И вот так вот, последовательно вам нужно, как мне кажется, двигаться. Если хотите брак свой сохранить или себе разобраться, там глядишь, ему уж подтянется и уже начнет что-то делать. Ну, я имею ввиду, да, что-то делать для вас. Такая вот, лифта. Этима. Решат мы. Больше. Больше, я вау, наверное, не буду. Поднимать вам время. Вот. Надеюсь, что это вам было поле. Желаю вам всего самого доброго. Надеюсь на обратную слезь. Вот. И надеюсь, что вы эту самую нам обратную слезь дадите. Вот. Что и послужит на вас. С началом. С их тропы. Вот. Что и послужит на вас. С началом. Такой вот. Продуктивной, хочется верить. Работы над собой. Конечно, если вам этого захочется. Вот. Так. Удачи вам. Всего самого доброго. Я надеюсь, что это было полезно вам. Удачи.